Здравствуйте, зрители! Вы на территории империи зла. И сейчас мне бы хотелось высказать своё, во-первых, возмущение, а во-вторых, резюме по двум немного разным темам. Первое возмущение. Возмущение по поводу бескультурного абсолютно поведения фанатов Спартака после чудом выигранного матча за финал Кубка с Динамо. Надо сказать объективно, что по игре Спартак динамцев не переиграл. Была абсолютно равная, как по мне, игра. Я смотрел весь матч и моментов было примерно одинаково, что с одной, что с другой стороны. И логичным завершением была бы серия пенальти. Но я бы даже не сказал, что это какая-то заслуга Спартака. Это скорее объективное следствие того, что Динамо скатывается вниз туда, где оно привыкло, к сожалению или к счастью, быть очень долго. Получив удар от братского клуба ЦСКА, который поцелил ножку в чемпионской гонке, Динамо садак от этого удара оправиться не смогли. И в результате посыпались, проиграли три матча подряд. Потом была ничья и еще одно поражение. Еле как вообще вышли в финал. Только за счет того, что индивидуальный класс футболиста Динамо вышли, чем у Алани. Но в финале не хватило психологического преимущества. Не хватило фарта. Преимущество даже не над Спартаком, а над самим собой. Если бы это был осенний Динамо, например, или близко к зимнему, то оно бы без сомнений сравняло счет даже в условиях многотысячного свиста болельщиков. Перевело бы игру в серию пенальти, а там фиг знает, что было бы. Это все-таки лотерея. Вот. Но Спартак, короче, победил. Динамо проиграло, если честно сказать, само себе. И Фомин слишком уж близко к сердцу воспринял последнюю неудачу Динамо и ебанул уж в перекладинах. Ну и вот Спартащи на счастьях, на радостях сходили с ума от своей любимой Максим. Знаешь ли ты, весь стадион почти пел и сходил с ума, и каждый был готов там сорваться с этого, с трибун, подбежать, заобнимать, расцеловать, а может даже и кое-что еще. Вышла Динамовская певица. Люся Чеботина. Даже более популярная в последнее время, чем Максим. Что бы сделали любые другие фанаты? Дали бы ей нормально спеть. Да, не забил Фомин, да, Динамо проиграло. Но так бывает, и если уж на то пошло, то надо быть человечными. Надо как бы поддержать в трудную минуту. Сказать, что да, мол, бывает неудачно, но бывает, и дальше все будет лучше. Что, блядь, делают фанаты Спартака? Освистывают, потом припираются в комментарии к официальному клипу этой самой Чеботиной, ненужной мне солнце Монако на Ютубе. Начинают изливать свое говно. Я считаю, что это по-настоящему свинское поведение. С другой стороны, чего ожидать от свиней? Блядь. Ну и, соответственно, резюме по поводу сезона Динамо. Я не понимаю, зачем, уже в третий раз повторяю, я не понимаю, зачем брали Федора Смолова. Нахуя он был нужен? Мне кажется, Смолов, несмотря на то, что забивал, несмотря на то, что там что-то пытался делать в атаке, он испортил командную игру. Он испортил схему. Динамовскую, которая работала осенью. Дело даже не в уходе Воронина, не в уходе Ордиса. Все основные Динамовцы остались. Пришло просто это, блядь, полено. Динамовская, бесполезная, которая тормозила атаку локомотива долгое время. Которая изжила свои лучшие годы в Краснодаре. И которая пришла доигрывать до пенсии в Динамо. И которая испортила игру с молодым Тюкавиным. Ну и в результате Динамо... Динамо сдулась в борьбе за второе место. Если бы еще ЦСКА выиграла Краснодар, то Динамо вообще бы выпало из стройки. И Динамо проебало финал Кубка России. Проебало само себе. В этом нужно винить, я думаю, что не Шварца. Шварц сделал все, что мог для этого Динамо. Нужно винить в первую очередь руководство клуба. Которое пригласило, во-первых, бесполезное бревно Федора Смолова. А во-вторых... Во-вторых, не смогло настроить футболистов на одну простую, но жизненно важную истину. Все в ваших руках. И вы можете все изменить. Даже если что-то складывается не в вашу пользу. В Динамомской раздевалке ни после ЦСКА, ни после Урала, ни после Крыльев Советов, ни после Сочи не нашлось игрока, не нашлось тренера, который бы внес в голову футболистов молодых эту простую истину. И в голову футболистов опытных. Так, в результате концовка сезона прошла. Из рук он плохо. Шварц ушел. Пошли слухи о том, что многие, которые в тех сезонах тащили Динамо, тоже уходят. Сватают зенит Тюкавина. Честно, я не понимаю, зачем в зените Тюкавин. Равно как не понимаю, захуяв зенит звать Бакаева. Только чтобы ослабить Спартак. В этом единственный смысл, трансфер этого. Но Бакаев, с другой стороны, он в любом случае с Спартака уходит. В зените, по той позиции, где он специализируется, у нас дохуя креативных плеймейкеров, дохуя всяких распасовщиков. Клаудини, Вендал, Малком, это бразильцы. И плюс еще наши Мостовой и Сутармин. И плюс еще можно туда включить Бариуса, можно включить этого Караваева. Караваева. Да и вообще, мало ли, игроков у нас талантливых вот таких. Нафига брать Бакаева? От одного мясного избавились от Зюбы. Сейчас еще другого будем звать. Нафига в зените еще один воспитанник Спартака. Я ничего не имею против того, чтобы звать действительно талантливых воспитанников, особенно если на дефицитной поиске. Вот если бы того же Селихова, например, можно было в зенит переманить, я бы был не против. Но, блядь, звать игрока на ту позицию, где дофига просто людей и без него играют, просто тупо, чтобы он сидел на лавке? Зачем? Я сомневаюсь, что это нужно Симаку. Я сомневаюсь, что это нужно именно тем, кто приводил зенит к чемпионствам в тех сезонах. Это какое-то очень иррациональное решение. Такое решение, которое свойственно было бы, знаете, кому? ЦСКА. Вот нынешнему с Орешкиным, с Бабаевым, со всеми этими какого. Или свойственно было бы Локомотиву с просто провальным менеджментом, с сорным, блядь, с этим аферистом из Спартака. Взвините, откуда такая шуша развелась? Кому нужен этот, блядь, Бакаев? Ну, понятно, что Малком, он хрустальный, что его травмируют часто, что вот нужный резервист, но звать человека просто тупо, чтобы он сидел на лавке, блядь, лучше бы Бакаеву перейти в тот же самый Краснодар. Или в те же, блядь, крылья Советов, Самара. Пускай лучше он Самару развивает, чем в Зените будет тупо бабки получать. Ну, в общем, короче, фану Спартака, антиреспект, суперкубки, я очень надеюсь, что вы соснете, потому что вы свиньи, блядь. Свиньи не только потому, что вы болеете за свиньи, а потому что вы, блядь, под гнилые, нахуй. Бесчеловечные вы. Вот лично я бы ни на Щебосин, ни даже на вашу Максим, если бы Спартак проиграл в матче с Зенитом, я бы свистеть не стал. Ну, пойте на здоровье. Как бы, но вы, блядь, вы насраиваете не только Зенитовцев или там региональных, вы всех вообще людей своим бесчеловечным отношением насраиваете против себя. Всех людей, у которых работает вообще система хорошо и плохо. Просто вот если они видят бесчеловечное поведение, они будут просто от вас отворачиваться. И вы будете сами в своем болоте опять ныть, что это, блядь, система заговора, Газпром тащит команды в свою высшую лигу. Да, Оренбург вышел в высшую лигу опять, продавил автобусную Уфу. Но вместе с Оренбургом вышла еще московская торпеда. И четыре Газпромовских клуба против пяти московских. И еще шестой Химки на подхвате. Пошумим, блядь, называется. Ой. Ну, короче, от следующего сезона жду, что Зенит не будет допускать вот таких вот нерациональных, никому нахер не нужных трансферов. Даром, знаете, что Бакаевым бесплатно может Зенит перейти. Вот это еще можно как-то оправдать. Но если там, допустим, платить Лион, Ильярды, за всяких бесполезных пассажиров, нафига? Зениту это давно уже не было свойственно. Это было свойственно Зениту Манчини, когда там все эти коронавиттеры приходили, блядь, Ирнани приходили, Мамана приходили, Паредосы, блядь. Нынешнему Симаковскому Зениту это не свойственно. И дай бог, чтобы не было свойственно еще очень долго. Чтобы те, кто приходили, начинали реально играть. Как Альберта, как Сергеев. У Антратов, ну в принципе вратарь неплохой у Антратов, но Зенит это не его уровень. У Антратов уровень это какие-нибудь те же крылья Советов, тот же Ростов, тот же Краснодар. Зенит это другой уровень. Зенит нужен действительно топовый ротарь. Кто именно? Матвей Сафонов. И все. Больше у нас в России топовых ротарей нет. и все. Спасибо за субтитрую